Дорогие друзья, здравствуйте! В преддверии наступающего нового учебного года, в преддверии наступающего осенне-зимнего сезона, будут актуальные складки плесе, плессированной юбки и платье с юбками плесе. Давайте рассмотрим, каким образом можно связать плессированную юбку на двух фонтурной машине. В следующем видео я вам покажу, каким образом можно получить плессированную юбку на однофонтурной машине. Итак, двухфонтурная машина. Для начала давайте разберемся, что потребуется для складок плесе, сколько набрать петель. Складки плесе могут быть мелкими, могут быть и крупными. Для выполнения мелких складок плесе, например, мы с вами должны иметь раппорт рисунка, равный нечетному количеству петель плюс 1. Например, 7 плюс 1. Но для набора мы должны иметь с вами 7 плюс 1 и плюс 7. Итак, предположим, 7 плюс 1 – 8, умножим на 9 и прибавим 7. Итого 79 игл. 79 разделим на 2, получим 39 и 40. Итак, положение игольниц H. С левой стороны набираем 39 или 40. Если набрали 39, значит с правой стороны 40. Тот же самый набор выполняем на нижней игольнице. Плотность 0,0 – пряжа, подходящая для вязания полного ластика на двух фонтурах. В зависимости от класса вашей машины. Провязываем первый наборный ряд на всех иглах. Навешиваем двухфонтонную гребенку, после чего навешиваем грузы. Выполняем один круговой ряд. Плотность 2,2. Выполняем один круговой ряд. После которого приступаем к расстановке игл. Итак, для расстановки игл, вы помните, мы с вами выбрали складки плиссе в 7 петель. 3 петли оставляем в работе. Четвертую отключаем из работы. Иглу переводим в положение А, петлю навешиваем на соседнюю. Далее, 7 петель пропускаем, восьмую убираем из работы. И так до конца ряда. В конце ряда должно остаться 4 свободные петли. И снова 7 пропускаем, восьмую иглу выключаем из работы. Петлю перевешиваем на соседнюю. 3,4,5,6,7. Если вы будете использовать складки плиссе шириной в 9 петель, это будет 9 игл в работе, 10 выключено из работы. Продолжаем. 3,4,5,6,7, восьмую убираем. Так как у нас с вами есть 7-ми игольный декер, можно не считать петли в данном случае, а ориентироваться именно по декеру. Что касается теперь нижней игольницы. Для нижней игольницы посмотрите, пожалуйста, третью и четвертую иглу. Совсем не обязательно внизу считать петли. Для того, чтобы вы не сбились, есть гораздо более простой способ. Выключенная игла на нижней игольнице должна приходиться между... При рапорте складки в 7 петель должна приходиться между третьей и четвертой. Итак, между третьей и четвертой иглу нижней игольницы уберите из работы. Итого, внизу у нас получилось в начале 7 игл в работе. И так со всеми остальными. Между третьей и четвертой опустились вниз и убрали иглу из работы, а петлю перенесли на соседнюю. И так до конца ряда. Итак, расстановка игл окончена. Теперь пора приступить к вязанию. Что касается теперь вязания. При одном и том же метраже используемой пряжи, при разных пряжах может быть различной плотности. Ее нужно подобрать. Например, для этой пряжи подходящей будет плотность 3-4. Непосредственно само вязание мы можем выполнять как полным ластиком, так и репсовым переплетением. Например, давайте начнем вязание полным пластиком. Для этого вам потребуется подобрать подходящую плотность для использования вашей пряжи. Например, в моем случае сейчас плотность 3-4 установочная. И наступаем к вязанию. Есть важный момент. При вязании абсолютно любых переплетений, выполняемых на двухфантурном машине, переплетениями близкими к полному ластику, если у вас какие-то петли плохо провязываются, а такое возможно на задней игольнице, следует использовать уплотняющую ленту, подходящую к типу вашей машины. К машине Silver подходят вот такие ленты, которые есть в комплекте к вашим вязальным машинам. К машинам Silver 5 класса. К машинам 3 класса это вот такая уплотняющая лента. К машинам Брайзер 5 класса это вот такая уплотняющая лента. Она отличается от предыдущих лент тем, что в ней есть желобок. И вставляется эта уплотняющая лента желобком вовнутрь к пластине игольницы. Желобок проходит вот таким образом и ленту устанавливаем. Если вы видите, что иглы и петли хорошо провязываются, нет нужды в использовании этой ленты. Итак, я вам предлагаю провязать несколько рядов полным ластиком. Когда мы говорим о полном ластике, имеется в виду, что обе каретки вяжут кулирную гладь. То есть на обеих каретках отключены ручки выбора узора, кнопки узоров. При этих настройках каретки обе вяжут просто кулирную гладь. И сейчас мы вяжем просто полным ластиком. То есть обе каретки вяжут просто кулирную гладь. Итак, только что мы с вами провязали определенное количество рядов полным ластиком. Теперь давайте выполним все то же самое, но репсовым переплетением. И вы посмотрите, как будут отличаться наши рисунки для наших небольших складок плиссе. Для выполнения репсового переплетения отключаем. Переводим нижний рычаг в положении не вязать. И приступаем к вязанию. В этом случае верхняя каретка провязывает каждый ряд. Нижняя каретка через ряд. В направлении слева направо при отключенном правом рычаге каретка не вяжет. Справа налево нижняя каретка вяжет. При репсовом переплетении с той стороны, где выполняется репсовая петля, значение плотности должно быть выше. Потому что на одну провязанную петлю приходится две непровязанных. Поэтому наша задача примерно сравнять эти петли по высоте. Еще одним важнейшим моментом при вязании на двух фонтурах переплетений, как репсовых, так и полноластичных, является исправность всех рабочих игл. Для чего петли, которые мы с вами провязываем, довольно-таки мелкие. И при хотя бы небольшом дефекте иглы вы будете иметь в кавычках зажеванные петли, сброшенные петли и так далее и тому подобное. Если вы затрудняетесь определить, случайный ли был у вас сброс петли при подобных переплетениях или нет, если вы не видите очевидного дефекта иглы, его нет, то можно ориентироваться следующим образом. Если вы видите, что какая-то игла постоянно роняет петлю, это значит, что эту иглу нужно заменить. Например, вот здесь я вижу, что у меня вот эта игла постоянно роняет петлю. При этом я не вижу очевидного дефекта. Понаблюдаем за этой иглой несколько рядов и видим, что да, она таки сбрасывает. Именно в этом месте. Стоит ли перевязывать всю юбку целиком? Нет. Но иглу заменить стоит. Итак, выполним замену иглы. Извлекаем ее и видим, что даже при незначительном искривлении при таких переплетениях игла может сбрасывать петли. Хотя, вы видите, что изменения совершенно незначительные. Небольшое искривление в области пятки иглы. Такую иглу можно выровнять самостоятельно. Либо, если это не получается, заменить иглу. После чего спокойно продолжить. Ну что ж, а теперь, дорогие друзья, давайте сбросим наше полотно и посмотрим, что у нас получилось. Пряжа, которую я использовала для выполнения данного образца. Это пряжа Леон с кашемиром из магазина Рунаглаб. Итак, мы с вами сбрасываем наше полотно. Двухфантомную гребенку убираем. И давайте посмотрим, что получилось. Итак, вот наши небольшие складки плесе, выполненные из льняной пряжи. Считается, что льняная пряжа не очень хорошо держит складки плесе. Но не пряжа из магазина Рунаглаб, у которой в составе 15% кашемира. Итак, вот наши складки плесе. Вы помните, что нижнюю часть этих складок мы выполняли полным ластиком. Давайте посмотрим, как эти складки плесе выглядят с обеих сторон. Итак, вот одна сторона и вот вторая сторона. А теперь давайте посмотрим на складки, которые были выполнены репсовым переплетением. Это верхняя часть нашего образца. Я вам показываю только снятые с машины складки, которые еще не отпарены даже. И вы можете видеть, что при выполнении репсовым переплетением, при точно таком же разборе игл, складки более четкие, более фактурные. Ребра более жестко выражены. И вот так эти же складки выглядят с другой стороны, там, где у нас провязывалась одна петля вместо двух. Там, где один ряд приходился на два ряда. Аналогичным образом можно выполнить складки на 5, 9, 11 петель. Сегодня мы с вами рассматривали складки плесе на двухфантурной вязальной машине. В следующем нашем видео для тех, у кого однофантурные вязальные машины, мы обязательно покажем, конечно же, если вы этого захотите, как выполнить складки плесе на однофантурной вязальной машине. Если вам понравилось это видео и было для вас полезным, ставьте лайки, пальчики вверх. Если вы все еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И вяжите вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!